Для того, чтобы послушать оперу, совсем не обязательно ехать в столицу. На сцене Видновской детской школы искусств их тоже ставят. 18 мая зрителям была представлена постановка «Чудесный лук Аполлона». Ее автор Михаил Рачевский, отметивший в этом году юбилей, известная в творческих кругах личность. Им написано множество произведений, изданы музыкальные сборники. Поддержать и поздравить музыканта, педагога пришли друзья и ученики. Венцом торжества назвал завершающий сезон мероприятия директор школы искусств Виктор Шама. В этот вечер на сцене была сыграна опера «Чудесный лук Аполлона», написанная по древнегреческим мифам преподавателем учебного заведения Михаилом Рачевским. Главный герой, сын громовержца Зевса, отправился в нелегкое путешествие, дабы выполнить поручение отца – убить грозного пифона и вернуть богам и людям украденные музыкальные инструменты. Эта постановка не самая многочисленная. В ней задействованы 11 артистов, 7 учеников школы и четверо взрослых, выпускников прошлых лет. Главную партию «Аполлона» исполнила воспитанница Рачевского Дарья Разоренова. Она занимается в оперной студии под руководством Михаила Давыдовича уже 12 лет. Актриса одинаково успешно справляется и с женскими, и с мужскими ролями. Это моя четвертая мужская роль. Я обожаю играть в мужские роли. Я не знаю почему. Ну вот, видимо, такая я темпераментная по жизни, поэтому мужские роли мне даются довольно-таки легко. Свою первую оперу Михаил Рачевский написал в 1991 году. А всего их, помимо других музыкальных произведений, 13. Репертуар музыкального театра. Самые крупные и интересные на авторский взгляд – княжна Мэри и мастера Маргарита. Они же и самые трудоемкие. А вообще на написание оперы у Рачевского уходит от десятка дней до нескольких месяцев. Каждая партия пишется под определенного исполнителя. Я уже примерно, когда пишу в оперу, я знаю, это будет там играть Маша, это Саша, это да. Я уже примерно и по голосам, когда я пишу для разных голосов, по тесситуре, я уже прикидываю, кто там даже какую ноту берет, кто какую не берет. Под чутким руководством Михаила Рачевского, он работает в детской школе искусств уже 30 лет, выросло не одно поколение музыкантов. Марина Устюшкина занимается в оперной студии со школьной скамьи. Первая ее роль – царевич в постановке «Царевна-легушка». Но самой запоминающейся стала партия Джульетты. Марине было 15 лет, когда она впервые ее исполнила. Дарья Разоренова, Дмитрий Пискарев, Александр Гавриилин, Марина Устюшкина и многие другие ученики Михаила Рачевского приняли участие в творческом вечере своего наставника. В адрес юбиляра, а Михаил Давыдович отметил 60-летие, звучали самые искренние слова признательности и теплые поздравления. Михаил Давыдович просто прекрасный автор. И, ну, всегда, не первый раз мы приходим и всегда в восторг. От всей души поздравляю Михаила Давыдовича с его юбилеем. Желаю ему всего самого хорошего, самого доброго. Я бы хотела ему пожелать долгих лет творческой жизни и плодотворной, чтобы всегда собирались полные залы и чтобы всегда так проходило замечательно. Я очень желаю, чтобы у него было великолепное здоровье, счастье, чтобы он написал ещё массу произведений. Нам остаётся только присоединиться ко всему сказанному. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.